Прорыв заключается в новой физике, в эфире, генерации энергии из окружающих пространств. Все остальное туфта. О, только подхожу и снимай, дорогие друзья, и слышу от охраны пролетающей тарелки. Вот о чем надо говорить на выставках. Про новые автономные источники энергии на эфире и пролетающей тарелке. Это все вот здесь проходящие. Профанация и отвлечение внимания. Инфракрасная ловушка, как говорит Девятов Андрей Петрович. Прорыв заключается в новой физике, в эфире, генерации энергии из окружающих пространств. Все остальное туфта. Давайте посмотрим, как дурят людей. Ну, судя по количеству, судя по количеству людей, конечно, да. А вот, интересующиеся летающими тарелками, прорывными технологиями и новой генерацией. Здравствуйте. Так, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, очень приятно. Да, вас хорошо слышно. Нужно пройти к ресешену и показать ваш штрих-код и получить бейджик. Я так старалась по дороге. Там столько вопросов оказалось. Да. Ну, пришлось признаться, что я как частное лицо, просто ради интереса все это делала. Конечно, все правильно, да. Итак, Виноградов Юрий Евгеньевич, дорогие друзья, встречается со спонсором. Он к нему едет домой, на выставку не поехал. Я так чувствую, слава богу, что мы не дернули уважаемого пожилого человека, потому что, судя по тому столпотворению, которое творится, тяжело было бы здесь ученому пройти. Его бы постоянно одолевали бы журналисты, администрация президента, сотрудники спецслужб, конечно, задавали вопросы. Как нам обеспечить всех землян автономной генерацией с микросхем? Вот вы видите, какое столпотворение в холле, дорогие друзья. Сейчас мы пройдем в павильоны, и там еще больше будет народу. Это ирония. Это ирония, что в самой актуальной теме проявлено такое внимание. Пришел после обеда в последний день, конечно. Пришел после обеда? Конечно. Да если бы то что-нибудь было дельное, то и после окончания ту стояли бы в очереди. А так понятно, что это все профанация. Что? А вы думаете, там все туфта, да? А? Думаете, там все туфта, да? Прорыв заключается в новой физике, в эфире, генерации энергии из окружающего пространства. Все остальное туфта. Да, я бы за это, конечно, захватился бы, как бы, ну, не обыватель, но я бы за это захватился. Смотрите глобальную волну в интернете. Да, Ярослав Старухин. Вот продвигаем летающие тарелки для каждого землянина. Все остальное это профанация. И вот женщины нас, чувствую, поддерживают. Женщины поддерживают? О, так, проходим. Проход разрешен. Ну, ага, зеленый вход. Идемте, идемте. Спасибо, что вы приехали. Мне не так... Давайте мы вам повесим микрофончик, потому что я-то буду... Да я-то чего, я что, говорящая, что ли? Я смотрящая. Расскажите, что вас дернуло... Привлекает? Отпроситься на работе. Вы же тот самый представитель офисного планктона, да? Среднестатистически. Я бы не стала называть это планктоном. Так, вот. Но офисный сотрудник, это правда. Итак, мы пришли. Вот она, цитадель автономной энергетики. Спрашивайте, кто про эфир? Слушайте, спрашивай. Кто ты может рассказать про эфир? Давай, покажи мне самое интересное, что здесь есть. Самое интересное? Да. Ну, во-первых, мы видим наш братский китайский народ. Коммунистическая партия Китая говорит, конечно же, о том, что нужно идти к мечте человечества, коммунизму. И, конечно же, новые источники генерации, которые здесь представлены. Портативные электростанции. Но работают они, наверное, на топливе, на ископаемом топливе. Кто-то говорит по-русски. Здравствуйте. 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 Все, здравствуйте. Вы что представляете? Я. Вы знакомы? Это я вас смотрю, ваш канал. Вы смотрите наш канал. Очень приятно. Светлана, познакомьтесь, пожалуйста. Познакомьтесь с молодым. Здравствуйте. Понятно. Занят молодой человек? Занят молодой человек. Смотри, у него и камеры на лбу, и в руках. Все, не стесняй, пожалуйста. Давай к электроэнергии обратимся. Да, вот, прекрасно, да. Побазируйте с молодым человеком. Вот, фотографируйте прекрасно. Я смотрю канал, ваш глобальный волна. Да, 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 глобальный волна. Смотри, ты уже узнаваешь. Ну, правильно, поэтому мы на этой выставке. У нас минут 40 всего. Но это хватит для того, чтобы коснуться этой темы. Знаете, на минуту просто он хотел спросить вот именно у вас. Да, давайте. Слышая по теме вот этой, вы там, я видео последнее у вас смотрю. Вы, помните, рассказывали? Про что? С ученым. Виноградов, Юрий Евгеньевич, или что? Он не смог сегодня прийти. Я понимаю, что, слава богу, что не пришел. Мы сейчас подготовительную работу здесь проведем. Но тема какая, что новая физика. Новая физика, теория поля. Да, микрочипы. Да, теория поля позволяет... То есть, свет это виден... У меня куда-нибудь, где теория поля. Свет это видимый для нас диапазон. А помимо этого, ученые говорят, что поле, оно безграничное. И влево, и вправо, и рентген, и микрорентген, и так далее. Да. Ну, в двух словах. Поэтому нужно землянам открывать правду, что... И это должен быть запрос граждан. Граждан, отходите от ископаемого топлива и переходите на новые космические виды энергии. С вами как-то можно связаться? А? С вами связаться. Конечно. Мой телефон в интернете. Ярослав Старухин. Набивайте в поиск. Можете сейчас записать. Сейчас. Давно смотрите? Я очень давно подписался. Хотите летающий тарелок, правильно? Да, летающий тарелок это мотив. Летающий тарелок это, в принципе, средство. Речь идет о создании рая на планете. То есть мы как здоровые, неагрессивные люди. Почему мы боремся друг с другом? Потому что есть какой-то дефицит. Дефицит в первую очередь энергии. Ярослав, да? Ярослав. А? Многие говорят, что невозможно. Да, да. Особенно мужчины говорят, что это невозможно. Ярослав и... Потому что сейчас сообщаю с женщиной, выяснилось, что женщины вообще не хотят принимать участие ни в политике, ни в науке. И выбирают путь терпил, и мужчин таких же растят. И мужчинам... Что они хотят? Женщины? Да. А чтобы их оставили в покое, не трогали, а чтобы вокруг появились фантазийные мужчины, которые все сделают. Ну, женщины тоже нужны. Ярослав Старухин. Да. Вот так вот мы создаем наши репортажи на выставке. Взяли в плен просто. Взяли в плен. Взяли в плен. Нет, это и есть работа. Плюс семь, девятьсот двадцать шесть. Девятьсот двадцать шесть. Девятьсот двадцать шесть. А, сейчас я уже... Подожди, восемь. Можно так. Девятьсот двадцать шесть. Девятьсот двадцать десять. 93 83 звоните с удовольствием готов встретиться можем побеседовать интервью поможем вам раскрутиться ну да и мы тоже можем вам помочь мы тоже сидимся возьми телефон пожалуйста но для себя для меня конечно для меня 985 985 381 46 44 для всех стиле зрителей конечно потому что это все распускаем вас а седов андрей седов седов андрей это вот андрей да нет я это вы а это или хелисей просто режиссер режиссер отлично нам как раз нужно мы сейчас в двух словах чтобы уставки в двух понятных двух словах чтобы было понятно драматургия такова почему англосакс эти недоумки как вы сказали головка вверх постоянно раз в туалет нападают на россию наш чувствует интеллектуальный потенциал позволяющий обнулить ростовщичество то есть меня вы ростовщики и оценщики это эволюционный процесс роста человечества ради чего выйти на магистральный путь развития рай в конце города передачи только что вы посоветуете молодому поколению делать лучше сейчас вообще учиться потому что учиться актуально учиться на канале глобальная волна 15 тысяч видеосюжетов среди выступлений и среди выступлений вот этих ученых единицы которые двигают цивилизацию вперед вы набьете в gpt-чат эфир и узнаете что про эфир gpt-чат ничего не знает про альтернативную энергетику ничего не знает про создание возможности рая ничего то есть искусственная кастрация населения происходит вот этим искусственным интеллектом но есть надежда что вот молодое поколение может наполнять искусственный интеллект эфир динамикой ритмодинамикой про эфир николы тесла и задавать тут же обучающие вопросы но это вот так а вот именно какое учебное заведение не могу разы вот это не могу учебное заведение могу сказать надо быть с темой все равно может надо формировать кибальнику рекомендую обратиться к сергею кибальнику дубна институт развития вот они порекомендуют спасибо на связи рекомендовали вот это глобальная волна глобальная волна канал в интернете да youtube youtube канал youtube канал насколько там объективной информации ну смотря о чем потому что я как патушник рассуждаю но мне эти вопросы интересно да я вот то что вы говорили про глобальное да я понимаю мы так почему это все тормозится на мировом уровне я понимаю что это нефтяники газовики ростовщики нефтяники нефтяники это уже производные главное это менял и ростовщики и оценщики вот они захватили этот мир дело в том дело в том что а в нашей стране то пытается это внедрять там я понимаю что сволочи все это наша страна только-только вырывается из пак санкции из колониального давления и он и общество еще инертно поэтому президент наверху может быть что-то и хочет кто-то хочет глобального хочет а в подавляющей большинстве массы ай как бараны такие горят нас не трогайте только дайте пожить нам немножко и вот эта война это причина как раз всяких этих это вообще уничтожение русской культуры русского это геноцид это геноцид масштабах планеты у меня полчаса провести ведущую спасибо все самое интересное но что тут тут это это хранение это генераторы да нет это генераторы это аккумуляторы это аккумуляторы просто стандартные аккумуляторы для хранения энергии которые используются в блоках вместе с солнечной станции вектор сейчас друзья андрея темирова где можно найти подскажите пожалуйста где-то ходит да а где сказать а я понял сейчас соединить к вектору хра а у него есть свой стенд здесь нету все понял так ищем андрея темерова вектор так встраиваемые двигатели преобразователи частот ну можем задать вопрос дорогие друзья а кто-нибудь а может рассказать про эфир никола тесла про эфирные направления и эфирные направления физики нет ведь ведь это все профанат дорогие друзья про все а что такое электричество кто-то может сказать но из вас из вас нет хорошо спасибо но ничего страшного идем дальше дорогие друзья так ну вот она выставка возобновляемый энергетик то есть ты я-то считаю что я старше поколения ты еще молодое наверное хотя по но не будем раскрывать зрителям сколько тебе лет выглядишь ты юно вот что предлагается вашему поколению нефть газ и вот эти постующие павильоны на третьем дне выставки скучающие на на углеродные материалы здесь мы можем о чем-нибудь поговорить а вы не скучаете но есть глобальная волна которая уже много лет скучает ибо не видит не видит новых источников генерации энергии а вот на на углеродные материалы на на ведь на на это что такое на на это 10 минус 9 на на это один атом водорода один атом водорода 10 минус 9 и когда материя измельчается до такого состояния она приобретает новые физические свойства например например можно взять изготовить графен графен его уплотнить нанести на проводящий или диэлектрии диэлектрик и этот графен начинает улавливать космическое излучение так не но нет не трена условно не трена как бы это так ну есть корпорации такая технология продвигает вы с этим работаете вот на на углеродный материал а чем вы работаете вот как вы их производите они только накапливают и одну как конденсаторы и анистры таким образом его один из видов накопители энергии на углероде а сталкивались вы с эффектом устройство такое варикап называют что самонакапливание заряда с таким не сталкивались а с теорией эфира с эфирным направлением физики человечество кастрировано дорогие друзья с момента развития теории относительности спасибо теслу любит но с эфиром не работают этот дорогие друзья главное заблуждение наши задачи конечно же чтобы президент призем пока молодец как я тебя люблю вообще ты начинаешь вникать вникать тонкое восприятие так нам надо найти андрея темирова секундочку тебе интересно что здесь интересно что тут национальное агентство энергетической политики кошки подойдут мне вот андрей темиров андрей здравствуйте здравствуйте наша ведущая заклана богачева у него буквально минут 15 она заехала из офиса узнать что тут интересно я говорю у меня есть самый главный специалист на это вы поделитесь он не эфирщик но расскажет что эфира здесь нигде нету да но на что интересно обратить внимание самое интересное я тебе должен сказать вот мы ездили с ауничкой а уничка сейчас делаем рекламу небольшую а у них и пишет музыку андрей это тот человек который занимается и возобновляемой энергетикой во многих разных видах и изучает влияние частот на организм и вместе с уникой сделали прибор и этот прибор проверяли на биологических объектах растений потому что прежде чем применять человеку надо проверить на растениях и делая сажали зернышки увеличивается рост растений несколько раз ускоряется рост за счет того что это музыка этот прибор стоит над под вернее под чашкой которым прорастают ростки то есть там есть чистота музыка свет и но несколько разных технологий которые ускоряют рост и увеличивают его биологические качества это не только с происходит с растениями это происходит и с животными у нас были активнее становятся ли в чем причина омолаживается организм ускоряется происходит омоложение организма происходит регенерация клеток до восстановления просто там люди там собака собаки там глаза раньше там неделю закапывали а тут один раз протерли на сочетение собаки уже глаза зажили понимаете очень интересно для людей многие болезни проходят люди пьют воду в течение там двух месяцев там там рак подстательной железы уменьшил уменьшился у нас есть фактом желудочно-кишечный тракт улучшился разные но здесь там и по другому поводу здесь мы да здесь ренвекс это ежегодная выставка ренвекс возобновляемых источников энергии и здесь вот наши коллеги компания вектор они выпускают надежные классные аккумуляторы разного типа и сенцовые или и литиевые разные и вот у них большое здесь оборудование такого нет вообще в россии оборудование это уже готовое решение которое просто привез поставил подключил солнечные батареи и все это и в автономии можешь работать и экономить можешь и продавать можешь вы как коммерческое предложение это как и коммерческое можно дай ну как для части кого это применимо это это применимо для любого завода у кого есть проблема с киловаттами если какой технический параметр ну вот это вот это стоит на 75 киловатта вообще у них есть решение на 350 киловатт и больше это применимо там в северных регионах где-то можно сделать сейчас я вас сергеем познакомлю сережки сережка это вот руководитель компании вектор они занимаются уже много лет аккумуляторами и при этом качественными аккумуляторами у них есть линия отдельно это линия карбон которых вообще практически никто не делает они первыми завезли и мы их оттестировали и уже в течение четырех-пяти лет эти как аккумуляторы свинцовые стоят на объекте в поле то есть это говорит о том что высокое качество аккумулятором да просто цикличном режиме до причем каждый день происходит цикл заряд разряда и мы это как раз наблюдаем и смотрим что аккумуляторы соответствуют скажем так заявленным характеристикам производителя потому что есть такие которые говорят одно на самом деле другое и мы это проверяем как наша ассоциация зеленый киловатт на входит порядка там 50-60 компаний вот эти ребята тоже к нам входят в ассоциацию ну и мы естественно хотим же чтобы наши клиенты оставались довольными до чтобы нам не прилетали какие-то отрицательные отзывы и мы говорим ребята что лучше купить ну как мы говорим вот это хорошее оборудование вот это дешевое ну чуть похуже ну то есть на каждый карман есть предложение но мы не советую да вот мы проверили да дальше выбираете да хотелось бы узнать чем их особенность ну у них большой ряд преимущества да просто может быть тогда серёжа вам расскажет ну первая особенность как андрейского наверное может быть в ассортименте да второе это скорее таскоп проверенного качества просто ну я бы скажу сотрудник компании вообще мы более 20 лет на рынке аккумуляторов именно как персонале уже то есть прошли все стадии то есть стенд все заводы вот были как раз и на батарейные фабрика только границы открыли до в шэн-жене и на снэк из шанхая только что приехали то есть отслеживаем тенденции да и опять скажем и на собственной лабораторной базе проверяем спасибо андрею кемерову ассоциации естественно что ребята подходят правильно к делу то есть не просто до берут оборудование то есть а берут оборудование собирает систему в реальных что называется полевых условиях тестируют да и делаю это скажем независимые выводы обратно дальше ассортимент вот как у нас появилось все решение по что его в россии не было добрый день и наши закачки говорит вот мне надо вот так мы начали искать в россии такого нет начали скачки то и в китае такого нет и вот ребята нашли до теперь сделали нашли под свою под свою разработку приготовили то решение которое необходимо для рынка для рынка вот она есть вот она уже стоит ну и как рынок но рынок ну судя по выставкам дом электро и вот ринвекс достаточно расскажем сильным интересуется реагирует серьезно то что таких модульных решений комплексов на самом деле это еще нет то есть китай они уже представлен да и достаточно серьезно да здесь нет пиздец наверное так общественного мнению что это она есть что это полезно что это хорошо что это вот все в одно но боятся еще наши сказали таких всех технологий которые позволяют им облегчить жизнь там да то есть поставил решение какую-то задачу закрыл раньше все время переживал будет не будет получится не получится раз поставил и закрыл и это уже другое качество жизни да то есть есть у вас возможность выполнять свои должностные обязанности там что-то выпускать или нет или у вас там допустим приходит пик и у вас раз с окнуло напряжение и все отключилось на заводе и это в принципе считается нормой который завода это убытки для того чтобы эту проблему закрыть ребята поставили и забыли человек доволен и счастлив причем солнышко подключили к нему поставили солнечные модули рядом привели сюда воткнули и все то есть монтажных меньше работ цена там гарантии нам ходится еще разъяснять с одной стороны воткнули солнечные модули с другой стороны чайник да и вас все работа больше ничего не очень уникальное решение для для железной дороги да вообще шикарно такое это где вам будет да но побольше там вообще очень уникально таких тоже там восемь суток может держать полную нагрузку только литиевый шкаф не шкаф там 11 шкафов эти критера и получается дальняя ну допустим какая-то станция туда ввести электричество стоит там очень-очень много миллиардов денег а тут ребята придумали говорит давайте мы вам так как привезем да ну не шкаф там целый 12 метровый контейнер стандартные 40-футовый контейнер привезли объяснили как пользоваться нажали кнопочку все люди довольны еще у них есть вещи когда отвозят контейнер на год ставят и он работает вот на соляркой на солярка нужно гибридные вещи которые позволяют специально потом просто сменяет до приезжает заливает солярки дальше ездили разу приехали проверили сделали ассортимент ассортимент он не просто то что мы думаем что он нужен а мы исходим из потребителя то есть если есть потребность мы отслежим какие потребности какой-то скажем в каком направлении до этого нужно и под это уже везем оборудование под это вот проверяем конкретную задачу это проще человек потратил на финансы и понимал что да он закрыл вопрос не штат чтобы потратил и непонятно закрыл или нет куда потратились деньги зачем есть результат у нас уже понятно что есть электричество заметный результат всегда есть постоянно спроси производителей про эфир про новую научную парадику о чем не холодно если говорить ярослав старухин знакомы вам эти выражения ну понятно мы давно знакомы я не знаю сергей знает нет сейчас вы нас немножко значит посвятите древний практик и теоретик а мы больше вот уже как бы в практику то есть дело есть задача решает да то есть поэтому вот андрей могли бы такое электричество вы занимаетесь аккумуляторами и рыбников юрий степанович говорил о том что это ток вещества что заходит в аккумулятор что выходит из аккумулятора проводили ли вы опыты по взвешиванию аккумулятора а вот на этот вопрос когда это люди которые говорят презентациям с удовольствием отвечу позже спасибо за я не технический директор один из старейшина солнечной энергетики из тольятти который который занимается уже кино и данные у нас будет конференция мы вас приглашаем на конференцию 13 00 будет конференция по микро генерации мы будем рассказывать интересный проект воли к или сколько установлено в каких регионах какие решения как мы общаемся с с бытовыми компаниями сетевыми компаниями какие есть проблемы как это можно решить правильно ну чтобы все полу заказчики разные заказчики задачи как раз рассказ продукты девушек которые ставят солнечную станцию совершенно не для того чтобы ну не главное для них зарабатывание денег на этом них совершенно другая идея приходите послушать да просто есть решение еще у нас здесь есть наши тоже члены ассоциации еще есть производитель солнечных коллекторов и на входе ставить интересно можно подойти посмотреть то есть российский производитель советского от не как российского производить но это все вчерашний день дорогие друзья пока весь мир уже ушел 6 7 технологический уклад мы еле-еле ползем на карачках в четвертой не ползем никуда мы бежим мы стоим на у нас вылетели на летающей тарелке со скоростью высшей скорости света вы готовы лично вы не сесть и полететь основная масса наших клиентов приходит примерно с такими же мыслями а я слышал или читал в интернете что есть вот такие солнечные панели я говорю здорово это разработка того или другого университета молодцы для этого не существует но когда это будет во всех магазинах страны тогда нам это будет интересно струхи на зависть зависть когда это появится если общество будет проявлять позицию инертную то тогда в государственном думе заседают люди которые не выделяют на науку и статистика это показывает и количество обращений в патентные ведомства это показывает мы отстаем и на это надо обращать внимание согласен с вами полностью если бы не наша ассоциация зеленый киловатт и наши активные члены закон об микрогенерации не было в россии а он есть с нашей помощью да вот он начал двигаться я уже тоже подключил станцию свою я уже продаю но я не знаю что такое микрогенератор по русски говоря солнечная станция вырабатывает электрический ток и все что я не потребил все излишки я продаю обратно сетевой компании нашей иную каждый абсолютно да и получается за счет того что мы экономим то есть вводим сальдо в ноль а потом еще и продаем избытки мы эти денежки стала стеклянную банку а потом эти деньги тратим зимой когда мы много тратим электричество и вот у меня баланс моего личного дома у меня большой дом ну так получилось нечаянно я не хочу его пилить не могу нет такой пилы я в ноль свел по итогам вот этого года вот на 1 апреля у меня был ровно год содержание могу я электрическую энергию за лето за лето я продал столько что мне хватило на оплату зимы когда это закон конечно да есть закон и становление закон через два года вот генерации уже нет пойдемте туда уже на просить идем куда идем идем на конференцию микрогенерации реализованные проекты 8 павильон у тебя сколько время я приду сейчас мы пройдемся по выставке хорошо благодарю пошли пройдемся в эту ассоциацию вы в какой павильон идете здесь проход а хорошо микрогенерация я узнала что такое уже не зря сходила знаю что теперь могу купить себе домашнюю солнечную батарейку экономить на электроэнергии продавать остаток государству а летом использовать это сальдо в счет покрытия когда мало солнца и электричество столько я не могу получить своим приборчиком вот я рада здравствуйте на агентство энергетической и в гости национальное агентство это государственная ли это такое название просто национальная а самая несла я нанесла национальное агентство но я вас снимать не буду дорогие друзья чтобы они провоцировали национальные агентство дорогие Друзья, здесь не идет речь об эфире, здесь нету о новых физических принципах, здесь не говорится о создании новых средств перемещения в пространстве. Это все вчерашний день, традиционная, возобновляемая и задача, ну, говорят, надежная. Надежная или нет, это пусть отправятся в окопы на СВО и расскажут там, насколько оно надежное. Если бы было все надежное, не было бы таких задач. Ну, в общем, мы подошли к национальному агентству, энергетическая политика, и то, о чем пишем президент, и о чем говорит президент, что на местах происходит вот такая вот нестабильность, мягко скажем. Так, вот сидят... Микрогенерация как раз, да? Смотри, малая гидроэнергетика, помимо солнечной батареи. Малая гидроэнергетика. Это что, это включаешь краны, пока ты чистишь зубы, там что-то где-то, динамо-машина вырабатывает электричество? Да, для мультика это очень хорошо подойдет, но вначале какой-то насос же создал это давление. Микро, ну, микро, все равно оно же куда-то девается. Есть малые реки, имеется в виду, что есть малые реки. А, блин, это не для частных хозяйств. И населенные пункты, которые стоят на этих малых реках, могут гипотетически, теоретически, если бы не реформа Чубайса и не развал Советского Союза, то могли бы... Малые генерации электроэнергии. Да. Очень интересно, Ярослав, спасибо тебе большое. Вот малая ветроэнергетика. Тоже для сада прям можно? Ну, типа для сада, да. Только подавляющее... Подавляющее большинство населенных пунктов находятся вне территории, где постоянная ведровая нагрузка, поэтому это опять все... Для нашей страны это... Для населения это профанация. Это хорошо для удаленных промышленных технологических точек, для Газпрома, нефтяников, РЖД, для военных, где надо обеспечить функционирование определенных датчиков, слежения за горизонтом, под водой или еще где-то. Все верно говорят. Все правильно рассказывать? Светильник. Вот, видишь, все верно. То есть очень узкая такая речь, а для того, чтобы оснастить 7 миллиардов или 9 миллиардов населения, то это только эфир. Это все, конечно же, ну, чтобы не обижать производителей, ну, технологическая профанация в настоящем промышленном дизайне. Это, конечно, решение сегодняшнего дня. То, что существует сейчас, на данный момент. Да, ну, это как автомобиль. То есть это вчерашний день. Вместо того, чтобы летать, мы продолжаем, как идиоты, пользоваться колесом тысячи лет. Ну, нам рассказали, что тысячи лет. На самом деле, все не так. Кстати, хороший вопрос. Почему? Эфир? Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Мы находимся в космическом пространстве, который наполнен некой средой. То есть есть мировоззренческое восприятие, что космос — это пустота, и разные волны летят в какой-то пустоте. А есть представление, что то, что называется пустотой, Тесла называла мировым эфиром. Потом это закамуфлировали физическим вакуумом. Вот. И вот эта вот среда, она обладает параметрами. Эта среда постоянно в движении, там везде есть градиент. Если вы как инженер, но вы инженер? В общем, там, где есть градиент, можно с этого что-то получить. И у нас есть градиент температуры. Мы можем получить теплоэлектрический преобразователь. Градиент перепада высоты для воды. Мы можем получить физическую, механическую мощность падения воды. Если мы в пространстве имеем градиент, то мы можем на новом приборном уровне, мы создаем микрочипы, на одном квадратном сантиметре миллионы уже транзисторов находятся. И то, что вчера считалось малоэффективными шумами электрическими, то мы можем это с одного квадратного сантиметра получить 10 ватт 20 ампер. 10 ватт 20 ампер с микросхемы. И на глобальном уровне это все сдерживается кем? Менялами, оценщиками и ростовщиками. Вот в двух словах. Спасибо. Начали с эфира, а закончили менялами. Это очень высокотехнологичные разработки, которые доступны... Нет, конкретно про эфир. А, про эфир. Да. Высокотехнологичные, скорее всего, в России. Я таких не слышал. Я понимаю, что в Тайване это уже достигли. И, возможно, в Тайване что-то такое выпускается. Вы слышали про Тайвань, что они эфирные генераторы делают? Ну, по-моему, что-то такое там. Я про платы такие слышал. Это очень интересно. Спасибо большое. Все, что я могу сказать. И звучит. Да. Спасибо большое. Спасибо. И раз вот, ну, мне потихонечку... Вам пора уже? Там, конечно, прекрасный буфет виднеется. Я бы с удовольствием... Ну, давайте, я должен вас накормить. Нет, нет, нет. Это, к счастью, ой, к сожалению... Я сам еще не завтракал, считаю. Иду по пути протопопу, поменьше ешь, поменьше спишь. Мы тут напитались энергией, которая здесь просто чувствуется, электричество на выставке, причем довольно светлое, на самом деле. Ну что, я пойду вас провожу и пойду на конференцию тогда зайду. Давайте, давайте. Вот, наша ведущая покидает выставку. Ну, а я вернусь на конференцию Андрея Темирова и послушаем, о чем там идет речь. Так, по дороге решил зайти на второй этаж, чтобы посмотреть, что здесь представляют. А, ну, это брендовый китайский автомобиль. Да, ладно. Ну да, что-то мы такое аналогичное видели. Электрокар, город Екатеринбург, моем и северо. Это что такое? Ну что, друзья, карет можно сделать с салоном каким угодно. Это все, конечно, не критично. Главное, как запитывается эта вся коломага. А здесь нам представлены подзарядки. Подзарядки для тех самых электромобилей. Ничего прорывного. Ничего такого. Так, это у нас Хонда электрическая. Лечение заболеваний. Так, ага. Мы попали чуть в другой отдел. Рядом с электричеством. Лечение заболеваний. Здравствуйте. Вы молодые люди по обслуживанию этих штук? Мы производители. Вы производители? Мы производители. Московские? Какие? Де Юра, стрим электро, это Московская фирма. Но производство все в Беларуси. В Беларуси? Да. Отлично. У меня как раз Юрий Голд из Беларуси живет. Режиссер. А что есть, слышали про эфир? Никола и Тесла. Про электричество. Вот вы, если производители, производя про электричество, что-нибудь можете рассказать? Немного с электричеством знакомых. Что такое электричество? Никто не знает, что такое электричество. Вот многие производят аппараты, связанные с электричеством. А что такое, рассказать не могут. Причем тут сила тока. Откуда берется электричество? Ну вот не было, не было. Магнит прошел мимо катушки, и вдруг электричество. Что такое электричество? Нам рассказывали в детстве, ну в школе, что это поток электронов. Электроны побежали куда-то там. Да, на... Но говорят, ничего не бегает в проводнике. Не бегает? Не бегает, да. Вот незадача. Вырос я и узнал, что ничего не бегает. Я готов слышать, что такое электричество. Ну, это описывает Никола и Тесла в своих работах видение, что есть мировой эфир. Что мы находимся в неком поле. Смотрите, вам как производителям, вам расскажу и своим зрителям расскажу. А это наведет на размышления. Канал «Глобальная волна», он связан с наукой, с электричеством, с природными вещами. Да, я непосредственно автор. Значит, Максвелл и Фрадей производили работы электродинамика, электричество и динамическая статика. Как-то так у них называлось. Статика у нас из учебников убрана. То есть эфир у человечества кастрирован сто лет тому назад. А о чем речь шла? Что мы находимся в поле огромной статики. А как мы можем это проверить? Вот мы будем сейчас проводить опыт в колбу, наполнять кислород и производить разряд от пальчиковой батарейки. И кислород будет переходить в озон. А потом при отключении электричества озон обратно переходит в кислород и при этом происходит резкое выделение избыточного тепла. То есть из этого что мы можем получить? Что мы минимальным воздействием электрического тока трансмутировали один элемент кислород в озон. О2 переходит в О3. А потом при отключении электричества О3 почему-то обратно переходит в кислород, он нестабильный. И происходит повышенное выделение избыточного тепла. Избыточного тепла. С точки зрения академической, традиционной физики это вообще не укладывается ни в какие законы. Вообще ни в какие. Этот опыт, ссылка на этот опыт от 1840 года и больше в интернете мы не нашли никаких абсолютно следов. Но из этого какие выводы? Вам как производителям это может быть интересно. Потому что кто первый в мире... У нас нету задачи на этом сильно обогатиться. У нас задача сделать этот опыт и поделиться с людьми. Чтобы как раз, может быть, такие фирмы, как вы, имеющие производственные мощности, могли это сделать. Почему? Потому что на выходе возможно создание автономных устройств генерации энергии размером с телефон, который постоянно преобразует кислород в озон, в озон обратно, в замкнутом цикле. И постоянная генерация. Вы не подпитываетесь проводами, то есть вы не заводите провода на своей станции, а вы можете создать устройство генерации энергии на месте. Вечный двигатель второго рода. Не первого рода вечный, а вечный двигатель второго рода, используя эфир, среду. То есть теория Эйнштейна, она вогнала всех инженеров в закрытые системы. У вас же закрытые системы, правильно? Ну, есть электростанции, от электростанции подали ток, в этот ток по проводам зарядили, в машину замкнули. А есть открытые системы. Ну, хорошо, я понял. Благодарю. Спасибо, что послушали, а я пользуюсь случаем для вас и для Беларуси. У батьки там тоже вопросы, как это, спасать нацию. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, вот таким вот образом мы можем перемещаться по выставкам, и проводить ликбез. Вода камень точит. Потому что уже большое количество людей узнает меня лично. Подходят, узнают, канал смотрят. Информация распространяется. Ну, у нас вот две локации. Здравствуйте. Вот, ну, соответственно, все в камерах. Вот, вот, я думаю, решен. Сейчас вот еще производители, еще одни производители подзаряжающих станций. Ну, здесь заняты. Можем пойти дальше. ЕОС, ДКС. Здравствуйте. Здравствуйте. Источники бесперебойного питания. Совершенно верно. Более того, еще солнечные инверторы, зарядные станции для электромобилей. Вы инженер, Артем? По образованию, да. Сейчас менеджер по продукции. Могу ответить. Достаточно компетентно. Не-не, меня интересуют эфирные преобразователи. Эфирные преобразователи? Эфирные преобразователи. Слушайте, давайте тогда в понятиях разберемся. Вот так сразу у меня... Не включается. Друзья, я же говорю, человечество кастрировано. Никола Тесла создавал свои электрические машины, исходя из теории эфира. Представляете? Слушайте, что-то вспоминается. Вспоминается, да. А сегодня, ведь я абсолютно убежден, что если вам задать вопрос, что такое электричество, вы не ответите. Не отвечу. Не отвечу. И ведь никто в мире из ученых не стесняется сказать, что они не знают, что такое электричество. Вот ток, это упорядоченное движение заряженных частиц. Напряжение, радость, потенциал. Ну и дальше, да. А вот про электричество я признаюсь, да, подписываюсь. Тут блуд, знаете, где начинается? Как только мы попытаемся дать определение полю, заряду, массе, и тут вся наука поплыла. Нету, нету единых определений. Вообще нету. Каждое о своем. Да, соглашаюсь. Так. А что, у вас, может быть, есть опытная лабораторная база какая-то своя собственная? У нас есть электротехническая лаборатория. Мы уже с нашей компанией знакомы. Не-не-не, давайте я вам расскажу. Вам, как инженеру, будет очень интересно, какой опыт мы проводим в своей не сертифицированной, абсолютно домашней лаборатории. Мы берем сосуд, в сосуд наполняем кислород. В сосуд опускаем электрод, титановый, это очень важно, титановый, титановый. Допустим, мне пока это ни о чем не говорит. Не титановый, или платиновый. Платиновый? Платиновый. 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 Это физики должны ответить, я не электрик. Я говорю, что у нас парни сделали. Я номер патента могу дать. Получили патент впервые за 60 лет. То есть в истории человечества в этой области не было никаких движений. Сделали, чтобы снять. как к этому пришли вам будет интересно наверно есть производство где сыпучие материалы где раскрутка материалов и там образуется высоко статика приводящих взрывом у вертолета вращаются лопасти статика и никто не знал что с этим сделать он была поставлена задача ребята сделали патент оказалось что за 60 лет впервые у человечеств в этой области дальше была получена коробочка там физика смысла в чем что там не забирается но то что образуется а производится статика который ликвидирует условно да отлично вообще прекрасно вот и мы работаем над темой изучения эфира и каким образом создать градиенты используя градиенты эфира как можно получить инженерно полезную работу глобальная волна это общественное движение создание рая на всей планете внедряя новую научную парадигму и новые источники на очень тяжелая но такая радостная она когда когда тяжесть в радость она это а в чем смысл жизни вот вы так говорите тяжелая но мы от обезьяны или как только именно в этом именно в этом потому что это будут смотреть тысячи людей и они понимают почему я занимаюсь то чем я занимаюсь то что если здесь спросить людей ну в чем смысл жизни вообще подумать о чем парень как бы от обезьяны мы или нет а это для чего если мы от обезьяны то мы себя ведем как животные то есть мы друг другу бьем убиваем боремся друг с другом а если мы не от обезьяны то кто может быть какой-то эксперимент а экспериментатор какую цель поставил задачу может быть мы стали чтобы стали единым организмом то есть превратились в социальную нейру сеть если мы можем генерировать энергию из окружающего пространства если мы можем синтезировать элементы то промышленность сегодняшнего уровня с ископаемыми ресурсами становится не нужно и теоретически мы можем создать рай на планете для всех теория прослеживаться водика представляете вам не надо тратить время на работу вы можете быть заняты семьей работы саморез самореализации развитием я про кислород отвечу я раньше рассказывал но вам не рассказал а зрителям повторюсь значит воздействие на кислород разрядом кислород переходит в озон о 2 переходит в 3 при отключении электричества происходит обратный переход озона в кислород и замечено избыточное выделение тепла то есть для промышленников вот вы производите вот эти все штуки без перед я почему подошел бесперебойные источники питания мне разработчики о чем говорят ярослав если теория верна теория верна то мы можем сделать баллончик размером в палец вогнать туда кислород 50 атмосфер маленькой маленькой схемой раскачивать до зоны и обратно теплосъем и вот у нас ну как бы не двигать не двигает тепловой насос да верно верно упоминание об этом опыте относится в интернете к 1840 году году больше никто никаких опытов в эту область не проводил вот эта искра первичная да сколько вы тратите энергии какое тепло вы вырабатываете стоит ли овчинка вы задаете абсолютно правильный вопрос поскольку в человечество это не делало мы я вам рассказываю о своих творческих планах которые мы сейчас вот на лето поставили будем проводить а вы а выставка это такое дело где люди приходят обметь обменяться опытом люди могут сниматься я рассказываю вам рассказываю зрителям ну я вас особо не снимал чтобы это не провоцирует но может можете рассказать о себе я меня зовут журавлев артем я представляю компанию дкс на этой выставке мы занимаемся солнечными инверторами зарядными станциями для электромобилей да вы зарядной станции как раз я подошел белорусским разработчикам зарядных станций и рассказываю об этом кислородном опыте потому что это другая страна у нас как бы более забрюкратизирована а сам там царь-государь батька лукашенко и там все побыстрее может быть как бы здесь расчет на что идет что сдерживание технологий происходит по всей планете то есть это не то что в 1 какая-то какой-то нехороший никак не хорошая академия наук там еще это по всей планете происходит сдержание менял и оценщики ростовщики захватили планету возможно моя как версия подгоняя нас ускоряя нас в технологическом развитии чтобы у нас у всех появились смартфоны и мы смогли все объединиться по планете ради у высших гумистических ценностей и прорывные технологии направить в мирных целях хорошо но вы хотели бы жить в мире где нету воин мне кажется нормальный здравомышленный человек конечно как считать мы можем договориться вы читали книжки братьев стругацких их миры знакомы с их творчеством не особо сильно эта теория она ну это утопия договориться всем договориться всем это утопия у людей появились разные языки ну то есть одно дело что что человек подумал второе дело то что он сказал третье то что другой человек услышал и четвертое то что понял уже здесь происходят потери информации а в люди еще есть к этому добавить разные языки на разных языках говорится разные языки разное мышление образ жизни и так далее разные интересы вам будет очень интересно артем у меня на канале 15 тысяч видеосюжетов 15 тысяч видеосюжетов и мужчины в подавляющем большинстве не верят что можно договориться и не верить что можно создать рай очень а женщины население же у нас это 50 на 50 плюс-минус к плюс минус как бы а женщины верят что можно договориться и можно создать рай верят верят а мужчины не верят почему не верят такую в нас заложили программу ведь мы же боремся потому что есть дефицит если убрать дефицит что нам останется бороться даже если мы но обидим друг друга оскорбим но до какой степени мы начнем друг другу члена вредить если нет угроза ну там вашим потом ну когда надо бороться за стену зареал обитания за продовольственную безопасность за ресурсы за ресурсы да то есть мне видится идеально своим идеализированным мозгом что если нам не надо бороться за территорию за воду за питание только за женщин остается бороться а женщин такие существа что они сами выбирают то есть ты силы как бы можешь ее победить как бы агратор не любит и мне и все и опять получается что двигаться надо договариваться артем большое вам спасибо вам было интересно прослушать да спасибо все доброе до свидания но дорогие друзья вот чем больше будет таких вот коми-вояжеров зарядной станции для электромобилей смотрите и прон ну что еще посетим одного производителя зарядных станций нет люди заняты отвлекать не особо удобно она снизу ждет андрей темиров ой извините в городе простить создаем зарядную информацию ну в принципе дорогие друзья смысл в чем что одному второму человеку на выставке я рассказал и таким образом информация будет передаваться по участникам выставки не обязательно проходить все павильоны чтобы до всех донести мой номер плюс 7 926 210 93 83 и соответственно вот давайте подойдем здравствуйте вы готовы сняться на видео о вашем павильоне а вы производители технология вы прохать ну университет да но разбираетесь в тонкопленочных вот состояниях что там происходит но они не здесь они где-то сейчас вы были другое мероприятие параллельно поэтому не смог хорошо я был на одной из выставок и там показывали панель которая работает в тем на тем то есть тема тем это вот ваши панели что улавливает эту панель фотон и а вы знаете откуда из эфира ведь берется откуда фотон вам сказали фотон а что есть фотон ну это мы не знаем и заряд какой-то там официальная наук не дают ответа значит вы та самая то самое покрытие которое работает в темноте но рентген видим или невидимый невидимой но правильно поэтому невидимой для нашего глаза наш глаз очень примитивное устройство я имею ввиду для регистрации у кого рентгена игру примитивная примите а про эфир что они слышали вы скажите пожалуйста вот это отлично уже хороший подход так вот вот рекламка да ваша не этот курс повышение квалификации где на сайте вас найти москва-ленинский проспект способ защиты порошков гидрообразующих сплавов вот это уже что-то близко а вот она блок питания а контакт это где центр а вот это от центр трансфера технологии все я вас понял все спасибо большое не подскажешь восьмой павильон здесь снизу как-то пройти не знаете как спасибо хорошо так ну что дорогие друзья посетим андрея темирова на его конференции или что там будет и видимо вот туда вот сюда по низу пройти вот павильон 8 идем в павильон 8 так ну вот восьмой зал вот это когда мы с ними ограничились и мы не можем чего продавать наше на график выработки ограничено но теперь у нас по графику мы можем продавать новичка больше вот и если сравнить этот же месяц апрель в случае если у нас не было договора не был договор мы видим что перегрузил это все с цифрами конечно но смысл в том что при учете во время работы договора микрогенерации мы имеем не только избыточную электроэнергию которую мы визитаем денег получаем от энергетика но самый важный момент это это абсолютно делами то есть на этапе по по каждому месяцу проводится анализ того что мы отдали что он потребили вот и вот как раз таки то что у нас осталось хвостик либо с плюсами последствия мы либо доплачиваем либо нам его вращают в данном случае мы видим что если бы не было договор договора микрогенерации то по этому же по месяц в апреле экономия со стороны всего лишь 55 тысяч рублей потому что сэкономили бы мы в пересчете на цифры киловатт и 94 тысячи а заплатили бы по счету за электроэнергию 39 тысяч но с договором получилось так что мы сэкономили сто тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать восемь рублей там два с половиной раза больше чем без договора микрогенерации ключевые моменты рассказать свой личный это все снимать не буду траги друзья пока стоп снята это самая вопрос по поводу закона микрогенерации насколько я понимаю это как раз хороший случай который показывает правильность подбора оборудования и решение задачи то есть у человека понятное потребление ровно загруженный график потребления и естественно ровно дающее солнце закрывает этот график потребления все что он дает больше он просто продает еще это все всего лишь на сегодня разрешено подавать не более 15 киловатт если мы продаем решение что для юриков можно прозвать до 150 то тут еще лучше пойдет потому что будут еще излишки которые еще лучше продолжение того что сейчас сказал две недели у меня идут переговоры с официальным клиентом у него уже стоит электростанция по-моему 50 киловатт и я его убеждаю что с его потреблением нужно еще минимум 100 ставить у него есть финансовая возможность у него регулярная 7 дней в неделю потребление достаточно высокое он мне говорит а зачем по 3 рубля там ну по 4 рубля не интересно я говорю причем здесь 4 рубля я тебе говорю про то что ты будешь садироваться ты будешь за те же самые 10 20 эти киловатт часы зачитывать обыкновенная бухгалтерия съели миллион с генерировали 999 к оплате 1 вот он эту математику никак не может понять две недели переговоров ничего не привели вот он во вторник приедет в офис будем будем с калькулятором за дело то что иногда люди просто вот этого нюанса не понимают что не не цена продаж это главное главное для юрица это хвостик который может быть будет а может быть не будет вот а главное вот этот вот зачет именно садироваться садирование именно по киловатт часам и поэтому всех всех кто подключился в микро генерации я прошу обязательно отрядки получать по часовке в них все очень четко видно пишите за я уже столкнулся но я сколько тоже расскажу обязательно всех прошу собирать по часов если кого-то какие то есть вопросы звоните пишите мы подскажем расскажем куда обратить внимание как правильно написать письмо чтобы отреагировали быстрее с бытовые сетевые компании для образца пришли свои по часовке это на самом деле очень важно и даже не потому что вас хотят обмануть просто не до 90 процентов случаев люди не знают как с этим работать как с этим бороться хотя закон написано достаточно понятным языком именно для сетевых компаний из бытовиков олегу наруч спасибо большое а есть олег я как физлицо договор чисто ежемесячный расчет больше у вас ваша организация не заключает на другие периоды почему каждый месяц прописано в законе по другому пока не будет пока не будет закон федеральный всем удобнее мы работаем над этим вопросом спасибо большое я хочу отдельно сказать спасибо большое все ассоциации на киловатт к счастью которой я являюсь неодневной нашей корпорации и вот площадке экспоцентра на такую уникальную возможность спасибо спасибо следующим приглашаем уступителя и есть экономический эффект есть возможность контроля постоянного это мой проект объект это вот биодом который был в девятом году запущен он в принципе рассчитывался вот в таком состоянии чтобы он был как автономный жилой модуль плюс умная теплица биовегетарий на нем стоят солнечные батареи аккумуляторы и так далее вот слева мы видим с вами небольшое поле железное такое которое еще только посажено это ежевика и вот дальше когда начал вступать закон в силу микрогенерации мы приняли решение и решили сделать нестандартный ход для того чтобы создать тень для наших растений то есть полезную тень которая летнюю жару убивает наши растения растущие на юге и вот мы вот таким образом поступили установили 30 киловатт солнечных модулей хэлл гетероструктурные поставили сетевые инверторы которые помогают нам это все реализовать и практически это станция 15 киловатт подключена только для того чтобы продавать потому что то что у нас установлено на своем автономном доме она практически себя закрывает вот эта станция сейчас я про нее расскажу вот как хорошо замечательно себя чувствуют растения это прошлый год фотографии они тут еще небольшие вот такие а вот вот сейчас уже вот это уже этого года фотографии прямо уже лес такой и очень все так хорошо растет и цветет вот так это выглядит сверху когда еще можно было летать на коптерах тогда еще сделана фотография вот говорят у нас нет зимы но зима у нас тоже есть и было минус 20 и вот я специально там присутствовал в этом время для того чтобы контролировать что происходит какие-то датчики вот так все заносит но потом когда солнце выходит угол очень правильный и все само очищается никаких действий не надо совершать это вид изнутри жилого модуля но тут есть много разных информаций которые про все 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 написано какие тут делались дела для чего это делалось для выращивания и так далее я не буду на этом останавливаться это просто какие-то решения системы внедрение внедрены тоже можно будет остановить почитать это что мы там выращиваем тут в принципе мы там много чего выращивали тренировались и помидоры и курицы и клубника ежевика и малины и салаты и всякие лук и так далее но сейчас остановились на экзотике лимон апельсин мандарин чайот кунгват банан авокадо но не маракуйя папайя я даже не понимаю что я говорю там растет но мне советуют я сажу пытаюсь это выращивать и вот в наших условиях это все растет и мы выращиваем рыбу и отходами жизнедеятельности рыбы это сомики мы поливаем еще растение которое сразу дает нам экологически чистые удобрения и вот последним пунктом здесь добавилась новая строчка подключили сэс по закону о микрогенерации вот это очень интересный момент это вот картинки что у нас действительно там как было свои маракуйя уже кушали дальше вот сейчас самое важное интересное будет конечно дальше это вот по поводу окупаемости этого объекта проекта как биовегетария биодома а вот здесь идет расчет уже по микрогенерации на которые как раз бы хотел больше всего обратить внимание здесь самые правильные удобные и экономически выгодные условия для частников обязательно это что был дарив день ночь что было подключение 15 киловатт 380 вольт и вот тогда это интересно подключать для того чтобы потом это все правильно приносило пользу заявка была подана ноябре двадцать второго года и так как старая заявка там неправильно была подана ну короче мне повернули и мне пришлось новую заявку написать и первый расчет по присоединению по новому закону уже когда 1 июля 2022 года 550 рублей отменили на присоединение не стали считать по 5 рублей за присоединенный киловатт мне насчитали 70 рублей за присоединение этой станции 70 тысяч рублей по присоединению но так как я заранее установил собственно хотя конечно это не должны были сами за свои деньги делать но я ускорю процесс установки и так далее купил за свой счет правильный счетчик после согласования этого счетчика цена за присоединение 118 тысяч до договор заключили два 12 января 23 года то есть первый рабочий день 23 года и акт выполненного присоединения был подписан уже 9 0 2 то есть в принципе скорость исполнения была нормальная с учетом того что люди первый раз пробовались не понимают что я говорю ребят с вами не хотим ругаться мы хотим просто с вами правильно настроить работу и взаимоотношения чтобы со мной разобрались вам дальше люди придут точно так же это будут делать и вот макарова виктория юрьевна менеджер работы по тнс энерго быстро всегда отвечала на вопросы регулярно письма приходили все хорошо ну были какие-то нюансы но мы их решали это рабочий нормальный момент и вот верещагин сергей петрович начальника дела техпресса тимошовского отделения россети тоже очень грамотный мужчина мы с ним встретились поговорили сразу поняли технически как бы друг другого момента и начали выполнять присоединение приехала команда установили видимый разрыв это ящик с рубильником хотя по факту вроде как он не нужен но у них было написано надо значит надо но сделали все хорошо установили симку в счетчик и мы начали вот с 9 февраля начали уже генерить и продавать за ним за месяц март вы нагенерили и продали 465 киловатт часов и цена за киловатт час выкупа 6 рублей 28 копеек это очень интересная цена потому что мы покупаем сами по 4 рубля там 4 20 у нас покупают вот по такой цене это связано с тем что есть формула расчета приобретения этой нами с генерированной мощности и там стоит коэффициент который за мощность выданную в определенное время то самое пиковое время когда она самая дорогая это мощность нам как раз и доплачивают это все в договоре есть вот евгению не сегодня тоже показывал договор у них такого нет договоре я говорю так это значит надо с ними разбираться для того чтобы подсказать что мы в одном государстве живем вот договор давайте в наш договор напишем точно так же таким же образом будем рассчитывать за апрель месяц нам удалось сгенерить и продать 743 киловатт часа цена стала дешевле 609 рублей но это от цены рынка там зависит но тоже на четыре с половиной тысячи рублей в мае нам практически два мегаватта удалось продать но по цене подешевле 559 вот уже на 10 тысяч рублей и получается что вот когда происходят эти все работы почему я вам всем говорю кто только подключил по закону микрогенерации обязательно получаете и просите чтобы вам давали по часовке потому что могут люди ошибаться ну вот у меня было так что когда начали считать не выводить они брали общую цену день-ночь киловатт часы и от них потом высчитывали те которые я им продал но это неправильно потому что у нас нет цены за общие у нас есть цена за день значит надо ваш день отнимать от моего дня и сальдировать как-то а ночь уже остается без всяких там сальдирование потому что за ночь мы чисто платим хотя вот сейчас лето началось и я уже вижу что мы даже по ночному тарифу начали генерить и отдавать потому что в 7 утра до 7 утра мы еще успеваем на генерите еще отдать потому что солнце встает раньше и она же генериты отдает и они тоже это учитывают и по киловатт часам даже в ночном тарифе они делают вычеты сначала делают вычеты по киловатт часам а потом это все переводит в деньги переводит деньги еще с множением на коэффициент мощности это очень важно и вот здесь есть момент такой что надо обязательно их контролировать еще один момент который тоже хочу обратить внимание мы должны все вместе вот эти вопросы решать и мы будем выкладывать эту информацию на нашем сайте зеленый киловатт . и просим вас свои опыты туда присылать мы тоже будем выкладывать какой у меня состоялся недавно приходит подчасовка за последний месяц я вижу в один из дней плане там было так что в 9 утра и 17 00 вот это вот это время идет нули то есть нет данных я говорю почему нет данных но будет по ним данных у нас еще какой-то там сбой был я говорю нет не злой было отключение было отключение с вашей стороны они говорят мы не знаем с бытовой компании у нас нет данных я говорю запросите и говорят мы не можем хорошо как действует но вы запросите нам дайте мы будем дальше разбираться я говорю хорошо я написал письмо жду когда официальный ответ будет но в принципе что происходит они отключают сеть наша станция которая стоит она отключается она не генерит она не вырабатывает естественно получается потери наши потери тех людей кто это затратил деньги на установку этой станции я сделал предложение такое что если происходит отключение ну бывают разные случаи возражаем конечно это бывает мы допустим с 9 до 10 вот этот час берем и в месяц и выводим среднюю по выработке моей станции и эту среднюю берем и ставим пустое место где у них отсутствует данные таким образом мы каким-то образом пытаемся себе компенсировать то что наша станция не давай работал даже это мало наших станций было было бы больше но хотя бы в таком формате это прозрачно понятно логично и таким образом мы можем тоже с ними поработать попытаться продавить такие решения но это нужно думать как как это они там смогут у себя провести не смогут у себя кто-то мне сказал что этого не будет ну пытаться надо любом случае и это делать то что сальгирование по месяцу это даже хорошо вот валера правильно сказал что по месяцу можете сальгировать летом больше получили положили в карман потом зимой достали и продали в гирване в армении это погоду да это интересно но давайте просто посчитаем если я покупаю по 4 продаю по 6 мне вообще сальгирование не интересно я готов платить по 4 а мне пускай платят по 6 я каждый час будут плюс 2 рубля и нет сальгирование даже не надо получается я когда сальгируюсь я уже 2 рубля теряю вот и вот здесь тоже есть момент который интересно поднять для того чтобы обсудить дальше для того чтобы немножко переиграть уже не сальгирование будет а чисто договор продажи микрогенерации и чисто договор покупки и генерации здесь я вижу ты хочешь что-то сказать сейчас сейчас я закончу вот вот эти опыты как раз и важны для того чтобы мы ими делились да и вот все коллеги у разных в разных регионах разные решения и разные цифры которые получаются вот андрей будет из нижнего новгорода рассказывать тоже ситуацию но они не получают почесовки установили уже давно почесовки не получают я говорю ребят почесовки это ваш самый главный инструмент для контроля пока вы почесовки не проверите вы не подписываете акт и не передаете на оплату может быть вам просто неправильно считать может быть они ошибаются будем считать что они ошибаются давайте сделаем они ошибаются мы просто вам должны помочь правильно посчитать у меня это было я это проходил поэтому это нормальный живой опыт давайте просто так делать чтобы вам было легче и все сетевые компании с бытовыми понимают что все равно никуда не деваться если правильно все выполнять по закону так дальше какие у нас ну это еще один а вот интересный объект это 300 киловатт 320 киловатт солнечная станция в ростове двадцать первый год человек даже не стал ничего присоединять по микро генерации потому что есть вот такая картинка интересная это инверторы вот солнечная станция дает 73 киловатта из города человек берет 6 киловатт и вот здесь получается он практически все съедает у него потребление очень большое и он практически все съедает правильном режиме как вот у олега на производстве было сделано потребление по на крыше да вот это вот так когда у вас все были пики пропадания в обед то здесь нету никаких пиков вообще человек просто у него есть желание еще добавить мощность ну там желанием желанием экономическая составляющая сейчас другая поэтому пока это подвисла ситуация стране и вообще с финансами как дальше будет будем посмотреть это вот таганрог вот почему я рассказываю еще про этот объект потому что здесь вот у нас еще ветрячок и вот сегодня мы тоже говорили с евгением по поводу того что можно ветрячок поставить но только там где есть возможность генерить то есть тех много ветра вот на доме там не стоит ветер потому ветряк потому что там среднегодовая на метро секунду здесь вот в этом месте хорошие там среднегодовая около 4 4 метра в секунду это уже интересный расчет и тогда этот ветряк точно также в систему шнайдера подключен через программу можем открыть продажу шнайдер очень крутое оборудование она может закрыть продажу открыть продажу ограничить продажу и с аккумуляторами то есть она является и беспереводной системой и она же может и продавать и либо только на себе потреблять либо себе и продавать это тоже такие есть решения а вот это тоже вид завод 16 год кровля солнечная кровля очень интересный век потому что все говорят вот солнечные крыши солнечные крыши кровли черепица солнечная вот из нашего опыта здесь причем стоит хорошее оборудование шнайдер которое все считается показывает и вот из опыта эксплуатации вот установлено солнечных модулей мощностью там 2 и 4 киловатта а больше чем 1 и 2 киловатта там никогда не было потому что угол затенение там еще что-то пыль никто не контролирует не проверяет вот здесь стоит подумать стоит ли вот вкладывать в такие решения сделать просто нормальную крышу и и накрыть просто нормальными солнечными батареями которые бы по площади занимали такую же площадь но выдавали значительно больше мощности которые мы смогли бы с вами использовать ну применять для себя или на продажу так далее ну вот в принципе все готов ответить на вопрос здесь слушай вот всегда хотел поинтересоваться вот как-то вензамута был слайд где стоит вот этот ветряк скажи пожалуйста а вот из каких аргументов принимают решения у установки именно таких систем то есть не вот здесь в принципе человек был довольный его ветряк можно поднять повыше еще там улучшить систему ну человек посылал я хочу чтобы у меня все было всегда вот я просто хочу и там еще стоит дизель генератор который по просадке по напряжению не по отключению а по просадке напряжению на аккумуляторах дается команда и запускается дизель у него всегда ничто никогда не критично на выходе всегда получает то есть первое это хотелка второе это технические условия на месте то есть если нет ну там возможность установить и чтобы он не был памятник поставили вот он красивый паник зачем да чтобы там был ветер который мы реально могли брать и вот такие объекты но там это было давно-то фенератореетр генерации когда еще не было вообще диалога но вот такие интересные видео то можно объединять до того чтобы по закону микро генерации используется что агонный написано че мы генерируем представьте велосипед крутите педали продавать у вас есть микро генерация вы заключили договор у вас есть взаимоотношение отношения уже, и вы при отдаче всей излишков просто за них получаете. Каким образом вы это делаете? Это уже другой момент. Мы соседу продавать не можем. Да, это вот очень такой интересный момент, что договориться с соседом, кинуть провод, ему продавать мы не можем. Сеть отдать и как-то соседу это надо уже быть с бытовой, энергетической с бытовой компанией, чтобы выйти на этот уровень, через опт как-то там продавать. Это гораздо сложнее, чем в Армении, но такие у нас законы, поэтому мы не можем соседу продавать только через бытовую компанию. Даже с вот этим расчетом это уже становится интересно. Это опыт, который вот реальный опыт, можно цифры посмотреть, пощупать. И исходя из этого, понимая, где находится объект, какие условия, какая кровля, какое потребление. Самое важное – почасовое потребление, дневное. Если дом – это одно, предприятие – это совсем другое. То есть какая стоимость киловатт-часа. И отсюда рождается уже необходимость и правильность применения технического решения с его оборудованием. Андрей, а вот почему выбран именно такой объект? Хотел, я хотел тоже вопрос задать. Когда есть совершенно точный диагноз – только такой или нет такого? Ну вот почему вертикальный? Потому что он стоит в жилой зоне. Если там поставить пропеллер, завтра у вас соседи палками закидают. Скорый шумит. Да, шумит и так далее. И вот. Если в поле, то, конечно, пропеллер. У него какие-то больше, ну, коэффициент полезного действия и вообще, ну, проще эксплуатации. Но ветряк – это такой сложный момент. Если вы не умеете обслуживать, лучше его и не ставить. Лучше поставить плюс солнца и забыть про ветряк. Потому что это, ну, серьёзно. Я вот и выпускал вот эти ветрики сам. Сам это наша разработка. Мы получили на неё патент. У нас есть там на заводе «Матрицы». Мы это всё сами делали. Там с генератором. Уникальный генератор. Тихоходный. В 80 воротах. 600 ватт даёт. Таких нет в России. Ну, продавать, устанавливать и куда-то дальше двигать – это сложно. Потому что это нужно обслуживать. Понятно. Спасибо. Две ремарки. Вернись ещё на пару слайдов, где цифра твоей 15-киловаттной системы. Да, да. Вот. Сюда. Ну, во-первых, то, что у тебя 4 рубля покупка, 6, там, не 5, даже 50 продажа. Если почитаем ваш большой чат в Телеграм-канале, где больше тысячи человек, и там очень много именно пользователей, мы поймём, что таких условий, как у тебя, ну, наверное, вот пальцев на одной руке, то, наверное, останутся свободные. Как правило, всё-таки цена выкупа, вот эта, избытков меньше, чем цена покупки. Поэтому, ну, никому не говори. А второе, вот если ты здесь справа, справа от этих цифр ещё поставил цифры сандирования, то тогда было бы эффектно. Цифры были бы большие, как у Олега в презентации. Тут вот были бы реально большие цифры, потому что вот эти цифры маленькие. И 15 киловатт станция, условно говоря, миллион рублей. У Олега чуть-чуть другое, потому что... Какая разница, Андрей? Здесь чисто продажа идёт. Здесь потребления нет. Вот эта станция 15 киловатт работает только на продажу. Ты хочешь сказать, что 15-киловаттная станция за май скинерила всего 2... Ну, там есть немножко потребление, но оно незначительное. Ну, что-то как-то мало. Тогда для Анапы. Ну, это не в Анапе, это в Тимошевске. Ну, всё равно. Но это мы отдельно продолжим делать. В этом дожди, очень дождливая весна. Март, апрель, просто фантастика у нас. Так, ещё вопросы? Всё, спасибо большое, коллеги. Сейчас я... Без эфира никуда, дорогие друзья, никуда. Программ, самоседро открылся. Юрий Колаш, расскажет уже свой опыт реализации системы микрогенерации. Добрый день, уважаемые друзья. Колаш, Юрий, можно мою презентацию вывести на экран? Да, я работаю в компании «Система Электрик». Можно следующий слайд? А, я сам буду перелистывать. Хорошо, спасибо. Итак, мы сегодня все представляем вам те или иные реализованные проекты. Но, чтобы как-то показать это для вас с разной стороны, я сделаю акцент на особенности применения и выбора накопителей в системах микрогенерации. О чём я буду говорить? Я буду говорить о том, что за характеристики конкретной системы, которую я возьму за пример, на которой всё вот это вот рассмотрю. Какие там применили решения, почему они были применены, нахие, какой был применён накопитель и дальше о преимуществах выбранного накопителя. А в данном случае будет литий-ионная аккумуляторная сборка для систем микрогенерации, которые работают совместно с электрическими сетями, как вы знаете. Совсем коротко тогда. Объект — это частное домостроение, Краснодарский край, сельское поселение. Ну, то есть, солнца достаточно много, тем не менее, есть ярко выраженная сезонность такая. Всё лето, всё время солнца, дождей практически нет. Зима, конец осени, начало весны — это такой сезон дождей, когда выработка достаточно мала. При этом, соответственно, подключение по 0,4 кВт. Задача, которая стояла, потому что этот объект был подключен по закону о микрогенерации в декабре прошлого года, задача была заодно поднять мощность техприсоединения. Изначально она там была очень маленькая. Мощность техприсоединения была поднята, соответственно, 15 кВт на потребление и 15 кВт на генерацию трёхфазная. Основной источник питания — воздушная линия, естественно. Что там было установлено? Вот вы видите тут реально фотографию этого дома. Южный склон крыши, навес над балконом и навес, соответственно, над уже террасой, не террасой, а вот такой тротуарной частью перед домом, был сделан из солнечных модулей. В общей сложности 50 модулей по 300 кВт каждый модуль. Как раз даёт нам... 300 ватт, конечно. Каждый модуль даёт нам вот эти 15 кВт номинальной мощности солнечных панелей, которые разрешены по закону. Кроме этого, там был установлен фотоэлектрический инвертор, который работает только на выдачу в электрическую сеть, и был установлен гибридный инвертор с литий-ионным накопителем для того, чтобы обеспечить свою такую собственную энергетическую независимость от сети в случае аварии в электрической сети или планового отключения. Почему? Потому что, в отличие от Москвы, в сельской местности достаточно часто не только отключение по аварии, но просто отключение плановое сети. В особенности в Краснодарском крае, где электрическая сеть перегружена, и, по сути, нет резервных мощностей. То есть, если нужно провести какие-то работы на подстанции, зачастую приходится отключать потребителей, что, в общем-то, там достаточно часто и случается. Поэтому была применена такая комбинированная система, и здесь у меня указано, что 10 кВт мощности массива подключены к сетевому инвертору, который работает только на выдачу в сеть. 5 кВт номинальной мощности солнечного массива, то есть он был разбит на несколько частей, подключены к гибридному инвертору, и на этот гибридный инвертор также выведены все критические потребители. То есть, в частности, технические системы, такие как система водоснабжения, плюс все, что связано с безопасностью. То есть, введя наблюдение, если надо, охранная система и так далее. То есть, те потребители, которые у нас должны быть с электроэнергией, неважно, что творится в электрической сети. Там шквалистый ветер оборвало провода или плановое отключение, то есть, эти системы остаются с электричеством всегда. И нагрузки я указываю здесь, что, как правило, они ограничены вот этими 5 кВт, которые способен обеспечивать в номинальном режиме гибридный инвертор. Теперь, с точки зрения такой вот блочной схемы этой установки, еще раз вы видите отдельно, в левой части, в нижнем левом углу, как раз мой 5-киловаттный массив, который обеспечивает бесперебойное электроснабжение, скажем так. И слева 10 кВт массив на сетевом инверторе, который выдает мощность в электрическую сеть всегда. И вы видите, что первая фаза, соответственно, она резервируется, то есть, на ней подключены критические потребители. Вторая, третья фаза, ну и первая тоже через сетевой инвертор, она также используется для выдачи мощности в электрическую сеть. И по всем этим трех фазам разбросаны некритичные потребители вот этого домостроения. То есть, в нормальном режиме, как показано здесь, когда есть напряжение в электрической сети, у меня идет полстоянная такая балансировка, выходит, что сетевой инвертор выдает на главный распределительный щит мощность, оттуда же отбирается мощность на групповые потребители, соответственно, разбросанные по этим трем фазам. И при этом гибридный инвертор тоже включен на выдачу мощности в электрическую сеть. То есть, включен так называемый режим продажи. То есть, он в реальном времени, получается, на его шинах уже балансируется потребление и его генерация. И когда его, собственно, генерация превышает потребление потребителей по первой фазе, избыток мощности тоже выдается в электрическую сеть. Опять же, просто в техническом помещении это все установлено. С точки зрения размещения оборудования, вот выглядит это так. Здесь у нас с вами первый сетевой инвертор, дальше распределительный щит по переменному постоянному току, и дальше уже гибридный инвертор с солнечным контроллером, и дальше синенький, вы видите, литий-ионный накопитель в формате, вот то, что иногда называют Powerwall, когда литий-ионная сборка в настенном таком навесном корпусе собрана и располагается рядом с гибридным инвертором, для того, чтобы нам линию вот этого вот постоянного тока от батареи к гибридному инвертору сделать как можно короче и избежать не потеет дополнительно. Вот здесь просто стрелками обозначены у меня, по сути, потоки, ну, токи при нормальной работе, когда есть электрическая сеть. То есть здесь идет постоянное такое естественное сальдирование. Когда я потребляю больше, чем вырабатывает солнечная генерация, например, гроза, очень плотная облачность, 15-киловаттный массив, грубо будет выдавать что-то, наверное, в районе полутора киловатт. Ну, грубо совсем так, чтобы проще всего было 10% от номинальной мощности. Тогда, конечно, домостроение потребляет больше, чем дает своя собственная генерация. Или, соответственно, ну, и тогда я потребляюсь в сети. Поэтому стрелка нарисована и в сеть, и из сети, в зависимости от того, сколько сейчас вырабатывает массив и сколько потребляет само домостроение. В случае аварии электрической сети, конечно же, сетевой инвертор автоматически прекращает выработку. Это законно, ну, как это стандарт о электробезопасности для сетевых инверторов. Он в этом случае прекращает генерацию, отключается от электрической сети, изолирует фотоэлектрический массив от электрической сети, чтобы исключить поражение персонала, который может работать на линии по устранению неисправности в этом случае. Но гибридный инвертор, при этом вы видите вот серые все линии, где у нас пропало с вами напряжение, красные и синие линии, где у нас осталось напряжение. То есть входы-выход гибридного инвертора тоже изолированы. И на своем выходе гибридный инвертор продолжает питание критических потребителей. И при этом точно так же от солнечного массива, который 5-киловаттный, который у меня подключен только на гибридный инвертор, идет до зарядка при необходимости аккумуляторного массива, который подключен параллельно через мост постоянного тока. Вот в данном случае такая схема позволяет при необходимости еще и подключить резервный генератор. В моем случае резервный генератор не подключался, поскольку мощность накопителя рассчитана так, чтобы в темное время суток система могла питать потребителей только от батарей. Тогда, если система продолжила это питание до утра, утром выходит солнце и опять идет подзарядка литий-ионного массива. Пока что это все вот работало так, как рассчитывалось, ни разу не случилось так, чтобы мощности накопителя не хватило на вот этот ночной период. И, наконец, поговорим о причинах, что побудило меня вложить деньги конкретно именно в литий-ионный накопитель по сравнению с традиционным синтезом. Здесь нужно показать сначала несколько цифр, которые приводят к такому решению. Они здесь, в общем, на слайде. Это как раз те самые баланс, грубо говоря, и расчет необходимой энергии, которые необходимо обеспечить в системе для питания потребителей в течение... Ближе к микрофону, Игорь, не слышно будет. Запись идет, не будет слышно. Просто ближе к микрофону. Хорошо. Я просто пытался, наверное, рукой где-то показывать, о чем я буду говорить. Ну вот, здесь указано 500 Вт. Это вот та самая 10%, которая способна при самой плохой освещенности, например, там, грозу или плотную облачность, давать солнечный массив. Потом 12 часов. Это считается темное время суток для нас на 300 Вт. Это среднее потребление в ночное время критических потребителей. Отсюда мы получаем 3,6 кВт в час. И накопитель мой должен быть способен выдать в любой момент, когда произошло отключение электроэнергии. И, наконец, предельный зарядный ток, который необходимо иметь возможность сбалансировать этим накопителем, когда, наоборот, ясная погода и максимальный зарядный ток идет от солнечного массива. И при этом еще, давайте так, напряжение на батарейной шине, которое для примененного оборудования составляет, там, предел до 64 Вт постоянного тока. Также вы видели, что есть большая разбежка между, например, 300 Вт. 300 Вт мы делим с вами, например, на, ну, грубо, 50 Вольт для простоты счета. И мы получаем 6 Ампер тока, который берется с батарейной шины, например, в этот момент. 300 делю на 50. Очень просто у нас с вами постоянный ток. С другой стороны, если это полная мощность, которую способен давать инвертор, например, пик потребления, это около 100 Ампер получится разрядный ток. Если максимальная мощность, которую выдает солнечный массив, с вами посмотрим, опять же, ограничена нашим солнечным массивом, где-то 80, может быть, чуть-чуть меньше Ампер. То есть, накопитель должен иметь возможность балансировать всю эту систему в очень широком диапазоне. Там, от маленьких токов, 6 Ампер, которые я говорил, средние, например, за ночь, до 80 Ампер зарядного тока и до 100 Ампер разрядного тока. То есть, здесь надо принимать во внимание, что разные накопители будут вести себя при вот таких предельных для них зарядных и разрядных токах по-разному. Поэтому я привел здесь вот этот график, он показывает, вот вы видите, по горизонтальной шкале, в течение какого количества времени мы разряжаем накопитель. То есть, чем сильнее мы смещаемся вправо, 10 часов, 15 часов, 20 часов, это получается разряд маленькими токами в течение долгого времени. Это те режимы, в которых хорошо работают свинцово-кислотные батареи, и вот аккумуляторные массивы свинцово-кислотные, которые чаще всего в целях экономии используют. В моем случае 100 Ампер, для 100 Ампер часов моего накопителя, это получается 1С, так называемый. То есть, зарядные и разрядные токи равны емкости накопителя. Это разряд за 1 час. И тогда мы по вот этой с вами горизонтальной шкале смещаемся почти к нулю. Ну вот здесь 5 циферка, а единичка будет совсем рядом с нулем. Вы видите, что ВРЛА это герметизированные свинцово-кислотные батареи, которые часто ставят в таких системах бытовых. Почему? Потому что под них не нужно специальное вентилируемое помещение, они не выделяют практически водород при заряде, и нет риска образования гремучей смеси, взрыва и все прочее. Не надо принудительную вентиляцию, не надо датчиков, связанных с этим. Это просто удобно использовать быту такие накопители. Но если я их начну заряжать вот такими вот токами, во-первых, это плохо для ресурса этого накопителя, во-вторых, может идти выделение водорода, если герметизированный такая батарея, она скорее всего раздуется и выйдет из строя тоже. И если я начну разряжать такими токами, вы видите тоже вот голубая вот эта вот фунтирная линия, то я никогда не получу паспортной мощности от такого батарейного массива. Вы видите, что если я буду разряжать примерно ее за час, вот здесь где-то будет точка пересечения, то я получу от силы половину паспортной емкости такой батареи на мои потребители. В то время как литиевые массивы, они смогут выдать почти 90%, даже при таких предельных для них фактически заряд-разрядных токах. Это вот основная причина. Вторая причина лежит вот здесь. Есть еще один момент. Как при зарядке очень большим током, мы говорим, батарея может выйти из строя, но одновременно из-за чего? Из-за того, что будет перегрев, выделение водорода, соответственно, и раздувание корпуса, так как он герметизированный, а клапан, скорее всего, такое количество не пропустит. Второй момент очень важный, это то, что батарейный массив при этом, на нем будет расти напряжение резко. Он, скорее всего, выйдет за диапазон вот тот разрешенный, 64 вольта, например, и система отключится по ошибке просто, и это все не будет работать. То есть для того, чтобы свинцово-кислотный аккумуляторный массив мог работать с такими токами, вот здесь показан простейший расчет, номинальные токи для него 0,2-0,25С, ну, предельные, опять же, которые он будет принимать без ухудшения, без деградации существенной. 0,2С для 200-ампер-часового аккумулятора, это 40 ампер максимум, там, соответственно. Желательно даже реже использовать такие вещи. Номинальные, рекомендуемые всеми производителями, 0,1С, это для, опять же, 200-ампер-часовой аккумуляторной батареи, это 20 ампер. В моих 80 амперах от солнечного массива мне 4 цепочки в этом случае нужно. Поэтому я вот здесь и указываю, там, беру я 4 цепочки, но длина цепочки, так как это 12-ампер-часовый аккумулятор и свинцово-кислотный, вы знаете, там, автомобилисты все знают, мне их нужно будет еще 4 последовательно, и вместо одного небольшого, достаточно паурового, компактного, это же все-таки домостроение, там нету немеряно места, куда где это можно размещать, мне нужно разместить где-то 16 тяжеленных, достаточно больших аккумуляторов, на стеллаже, помещении, соединить их все. То есть, если мы с вами посчитаем просто затраты, с одной стороны, на одну готовую сборку, которая на стенке рядом размещена с инвертором, или большой стеллаж, который тоже надо приобрести, на котором нужно все это разместить, и это все нужно соединить и защитить автоматами, потому что 4 цепочки, в случае замыкания надо защитить каждую цепочку, чтобы не произошло там короткого замыкания с, ну, и разряда исправных цепочек на ту, которая замкнула, например. То есть, если суммарно посчитать все вот эти вот затраты, то просто на стоимость оборудования, вот в таких случаях, когда у нас с вами не просто резервная система с длинным разрядом в течение 10 часов, а когда есть вот потребность как в высоких зарядных токах, так и в высоких разрядных токах, такие системы, получается, уже становятся абсолютно оправданы и с точки зрения вот сразу катекса, который вы вкладываете, ну, имеется в виду ваших затрат на момент приобретения оборудования. И еще один важный момент, это на самом деле и физические параметры, потому что, опять же, для юга, для того, чтобы не делать там кондиционирование в этом помещении, обойтись просто приточной вытяжной или приточно-вытяжной вентиляции и, там, пусть даже принудительным охлаждением при помощи вентиляторов, но без кондиционирования. Здесь тоже для меня литихермофосфатная сборка, она была гораздо предпочтительнее, потому что, как только температура поднимается выше 25 градусов Цепсия, свинец начинает ускоренно деградировать. То есть, тоже для срока жизни такого массива это плохо. Ну, и здесь указан срок службы 10-15 или 5-12. То есть, вот здесь уже начинается спорный момент, который для некоторых является фактором, который люди принимают во внимание, для некоторых нет. То есть, если я смотрю, оцениваю стоимость эксплуатации такой системы на длинном сроке, например, на 15 годах, мне свинец придется 2-3 раза поменять за это время. Литий на пределе, скорее всего, доживет такой срок. Если я наоборот смотрю короткий срок эксплуатации, например, 5 лет, там и свинец прослужит, и литий прослужит за этот срок, и там, конечно, вот, поэтому я и говорю, срок службы это такая палка о двух концах, которую в зависимости от того, на каком горизонте вы планируете, может работать как за свинец, когда это короткий горизонт, так и за литий, когда это длинный горизонт. Для меня, поскольку большинство оборудования имеет срок службы паспортный около 10 лет, я бы сказал, что это 50-50, тут особого преимущества ни одна, ни другая система не будет иметь, поэтому я в конце совсем этот аргумент привел. Давайте так, я постарался вот в деталях описать вам применение накопителей в таких системах, зачем они нужны, они позволяют вам резервировать критические потребители ваши, не остаться без воды при отключении электроэнергии, чтобы ваши системы безопасности, видеонаблюдения работали и так далее. И с другой стороны, показать, исходя из чего, что нужно принимать во внимание при выборе того или иного накопителя для таких систем. Если у вас есть вопросы, готов на них ответить. Микрофончик, микрофончик, возьмите. Вначале прозвучало, что одной из целей было нарастить мощность. Да, но мощность наращивается только когда есть солнце. Нет, потому что изначально у этого домостроения было тех присоединение 3,5 киловатта всего, однофазное 3,5 киловатта. Поэтому, когда я подавал заявку на тех присоединение объекта микрогенерации, то одновременно подавалась заявка на увеличение мощности. Но просто потому, что по подключению, по тех прису 3,5 киловатта однофазный, я не смогу выдавать 15 киловатт в трехфазную. Поэтому тут одновременно была и такая задача. Это просто дополнительный бонус, да, получается. Два раза не платили за тех присоединения. Все правильно, отлично. Так, еще есть вопросы? Переходим к следующему. Спасибо большое, Юра. Спасибо большое за внимание. Андрей Солнцев. Алексей. Зеленая энергия, Нижний Новгород. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Александр Андрей. Я из Новгорода. Я постараюсь каратенько-каратенько минут на 40 рассказать про наших типовых заказчиков. Ну, собственно, это и тип объектов, в том числе и классификация солнечных электростанций. Чаще всего к нам попадают запросы от клиентов, которые хотят в первую очередь обеспечить какие-то критические нагрузки на случай либо отключения какой-то сетевой энергии, либо пропадания, либо унижения напряжения. В общем, какой-то некачественной работы центральной системы. И не хотели бы остаться без электричества совсем. Ставится в этом случае и вредный инвертор. В зависимости от мощности, какой надо клиенту, ставится блок аккумуляторных тарей. А солнечные панели здесь выполняют роль продлеваемого резерва на случай отключения днем и какую-то окупаемость, какую-то экономию на время всего срока службы. Вот в данном конкретном случае клиента мы использовали 5-киловаттный гибридный инвертор с двумя входами МПБТ, потому что панели у него разнонаправленные, смотрят по разные стороны. Вот так вот. По итогу получился такой проект. Была использована панелью Дельта номинальной мощностью 40-50 Вт, то есть 100 штук. Каркас мы делали сами стальной, крашеный, а уже крепежным, естественно, алюминий. И были использованы карбоновые батарейки, электроэнерджи, ОПБЦ, 12100, которые многие достаточно сильно полюбились. В этом проекте, мы его делали в 22-м году, было уже подорожание по зеленому тарифу, поэтому клиент его не подключал. Я думаю, что в дальнейшем при уменьшении стоимости или возврата льготного присоединения, он подключит и зеленый тариф в том числе. На данный момент клиент с марта по октябрь живет вообще в автономном режиме, вообще с этим не пользуется. Даже ночью он немножко разряжает батарею, у него минимальный расход ночной. Следующий клиент или тип клиентов. Вот конкретно в данном случае заказчик хотел не только решить свою задачу с большими счетами с электроэнергией, но и хотел, чтобы все это эстетически очень здорово смотрелось. Мы попробовали решить эту задачу. Собственно, вот конечный результат. На самом деле он очень сильно понравился. Каркас здесь тоже наш в отдельной стальной, с 50-й трубой поставили, пусть на счетчик не болтался. Вот мы рассчитали, поставили, все сделали. Все классно. Здесь использовали сетевой инвертор сафар 5-киловаттный, 14 панелей, тем самым 450-х проекта. Клиент на данный момент получил уже, подключился к зеленому тарифу, по-моему, договор номер 8 у него на текущий момент, по нашей области. Получал он его, к слову, примерно год. Ну, там можно было ускорить, но просто вследствие занятости и разных там объективно-субъективных причин получилось достаточно долго. Клиент рад, счастлив. Ему очень нравится, что соседи у него интересуются, что это за штука, как она работает. Он всем рекламирует. Ну и, собственно, бонусом для него это зарядка его электромобиля американского производства практически за норма. И еще один тип клиента в прошлом году также был реализован. Обратилась к нам организация производства химических компонентов, так можно назвать. И для хранения вот этих вот химических компонентов требовался герметичный термоконтейнер, чтобы температура не поднималась внутри. Требовалось автономно обеспечить энергией вот эту климатическую установку. Это обычный 40-футовый контейнер, просто утепленный. Наверху мы разместили 12 панелей по 300 Вт, также на каркасе. Оборудованием на тот момент еще был доступен Штендер. То есть мы поставили все классно, но работает до сих пор. И поставили, вот как у Юры было, три пауэрвола от компании Вектор, которые работают параллельно, обеспечивая 300 до 300 ампер включаются запасы примерно. Все. Задача была решена, клиент доволен, в любые дни у него климатическая установка работала, поддерживала температурный режим. Проект приняли как удачный. И здесь была еще отдельная задача, чтобы все, весь вот этот контейнер, они могли без демонтажа оборудования или каких-то отключений, ну отключений, понятно, надо было делать, но без демонтажа, чтобы они могли его транспортировать в любое место, в пределы, может быть, недалеко где-то. В общем, краном его можно поднять на текущий момент, без демонтажа, поставить на какой-то манипуляторный грузовик и он спокойно передвигается. Вот эти вот шкафы, где у нас находится все оборудование, они сделаны на закладных, которые приварены к корпусу самого контейнера. В общем, все висит, все надежно, все здорово. Ну, собственно, это все. Спасибо за внимание. Отлично, вопросы есть, Светкова. Спасибо большое. Спасибо. И у нас еще есть один тоже представитель нашей ассоциации, это Алексей Скорбатюк, тоже один из старейших, скажем, исполнителей возобновляемых источников энергии. У него большой спектр и солнечные, водяные коллектора, и жидкостные, и солнечные, и воздушные коллектора, и солнечные электрические стады, эти модули с протеканием сзади них. ВВТ-модули? Да, да, да. Гибридные модули, да. Хотя, помню твой скептиз по поводу них, я думаю, не знаю, остался ли, остался ли. Ну, скептиз остался, но давай не об этом, давай тебе, представься. Зовут меня Алексей Скорбатюк, компания Новополис, являюсь генеродиректором. как Андрей сказал правильно, производим солнечные коллектора, воздушные, плоские, вакуумные, но сейчас будем говорить про другую тему, все же про микрогенерацию. Вот на данном слайде, можете посмотреть, запустили мы гибридную солнечную электростанцию. Я извиняюсь, потому что, по-моему, первая в России с таким количеством соединенных электров в одну систему. Не узнавал, но у меня нет данных пока. Ну да, по нашему данному, что это первая такая в России, вот такая уникальная вещь. Ну, тут от беды пошли, по идее, по-хорошему, с таким количеством на стадии жестковольтные инверторы. Это низковольтные, 48 вольт, по идее, потому что сначала пытались запустить на других вентарах, поставили уже низковольтные литиево-аккумуляторы векторские, шкафы собрали, а потом уже ставили уже новые инвентара, и поэтому система низковольтная. Так-то, по-хорошему, надо было систему ставить на высоковольтную, ну, так получилось. Система, в основном, работает, работает эффективно. Здесь она питает нагрузку различную, плюс еще заряжает электромобиль. клиент не собирается подключать на тариф, он пошел в другие способы монетизации, он хочет поставить быструю зарядку, сейчас вырассанавливает, и дальше будет выдавать солнечную энергию для зарядки электромобилей коммерческим способом, там будет, получается, за 20-25 рублей будет продавать киловатт электричества, причем можно даже дорожить от спроса, от сезона, при этом он будет заряжать в основном только днем от солнца, а ночью он уже будет от сети по ночному тарифу использовать дешевое электричество и заряжать электромобилей уже многомеречным образом по дешевому тарифу. Опять же, потому что зарядка быстрая, стоимость киловатта дороже, потому что в округе Кавказа нету других быстрых зарядов. Хотя автомобили и перевозят, и перевозчики с Армении, с Грузии гоняют и надо заряжать достаточно быстрее. Также хочу рассказать про наш такой уникальный дом, в котором мы активно поучаствовали и с Старшем Говорином, и с Начаевым Андреем. Это дом профессора Дородарыча. Начали мы с четырех коллекторов солнечных. Потом и теплонасосы ставим. Потом поставили два гибридных еще года три-четыре назад модуля солнечных, два обычных для сравнения выработки по теплу, по электричеству. И дальше пошли уже установки гибридной электричества на крыше и было реализовано тепловой аккумулятор на 36 тонн с солнечными корректорами. Заряжаем тепловой аккумулятор теплом в течение лета. Дальше используется он напрямую в теплых полах. Это тепло, когда уже начинается набитый сезон. А потом, когда температура снижается до 20-30 градусов, подключается теплонасос, берет специальное тепло с копом хорошим 1 к 5 до плюс 5 градусов. И дальше уже переходит на скважины, тем самым скважины не уменьшается температура. К весне скважина до плюс 5 остается на выходе. Коп 1 к 5 остается постоянно кругодично. Выховаживаете? Да. То есть это запас даже для скважины тем самым во-первых теплонасос вообще 2 месяца 3 не подключается. Там сентябрь, октябрь, только в начале декабря в декабре подключился теплонасос. И то мы поздно начали заряжать теплонок мотивовым аккумулятором, он зарядился до 75 или до 80 градусов, не до 90 планировалось. И зима была 1 декабря значит прохладно, октябрь прохладно. Отопление сентября месяца началось. И потом уже навес под электромобиль зарядка там тоже стоит. И сделали навес на 11 киловатт электричества. И опять же дом получился в целом энергопозитивным погодом. Вырабатывает электричество больше. Сейчас подключился зеленый тариф. Вырабатывается выдаёт сеть. Так что А какой тариф покупки? Там порядка 6 рублей. там опять же здесь тоже так. Ну не продажа по продаже. Там опять же меняется зависимость сезона. И была проблема очень большая с подключением. Мне кажется по Москве это был один из первых объектов. По крайней в том районе Среди-косадского района у нас по районам и разные районы разные бытовые компании и там они раз 10 точно приезжали на объект устанавливали какие-то требования как минимум для начала и визуальный разрыв сети установили причем придумали установить контроль фаз на сторону собравящей организации на столбах и он когда фаз нет на их стороне он физически не может подключить наш пускатель пока не появится там фаза то есть они говорили что мы будем выдавать гибрид инверторы туда всей ну пошли таким способом они нам требовали чуть ли к ним на пульт не вывести чипернизацию чтобы они могли удаленно включать удаленно мониторить за наш счет причем требовали проект по автоматам на столбах чтобы подключение точки на 200 метров расчет токов ну какие-то вообще недвуховатные требования последний раз когда они приезжали к нам мы визуально отрубили их сеть ну автомат который стоял на столбе они бегали с тестером нашли фазу очень порадовались потом когда разбрали что это было все же на нашей стороне не на их покрыснели просто молча уехали и ну испаря после полгода все равно мурыжили все равно подписались уже договор сейчас пошло уже сеть ну очень сложно было присоединение объект подключались даже пытались аспиранты бывшие МИИ которые работают в же компания ну очень тяжело было этот объект 15 киловатт установлен подмосковью тоже здесь другим путем пошел заказчик он у него это какое-то небольшое корпоративное несколько зданий соседей они у них общий ввод и у них был учет ну как бы собственный сколько потребил кто столько платил он поставил просто тарифный счетчик и учитывает внутренне внутренне учете свою выработку электроэнергии и просто меньше платит ну все вместе сообщество меньше и он в эту долю еще меньше уменьшает свою поэтому здесь если на тарифе не подключаться не будет а просто будет такой перерасчет уже идет и активно используется но если установить тепловые насосы и тепловые насосы зимой и весной они потребляют все больше и они потребляют получается ночью также литиевые аккумуляторы питают тепловые насосы и круглосуточно идет и отопление электроснабжение объекта за счет солнца там достаточно большой массив батарей 160 киловатт нет 117 киловатт и 160 киловатт запасен энергией хватает для питания здания 300 киловатт здесь присутствуют владелец этой станции среди слушателей очень тоже интересный объект пока еще не присоединен к зеленому тарифу но можно финишный прямой надеюсь в ближайшее время уже будет отвечен но несмотря на это Евгений Евгеньевич активно пользуется излишками солнечной энергии за счет того что установлен сетевой инвертор и плюс к этому же инвертору подключена зарядная станция фронеус которая позволяет в случае избытка солнечной энергии подключать именно зарядку солнечного автомобиля вот здесь даже есть пики когда все же получается не хватает солнца зарядка в этот момент прекращается то есть получается только за счет солнца идет зарядка в электромобиле на одной стороне и лишь только сбрасывается и получается за счет только солнечной энергии автомобиль передвигается электромобиле насколько я понимаю правильно? да да и мне кажется приятнее ездить на такой электромобиле потому что не просто даже сжигается топливо а это мы вчера про него говорили да да Жень мы вчера оказывается про твой дом разговаривали и я предложил заряжаться не от солнца а по ночному тарифу потому что он дешевле значительно дешевле ты покупаешь по 6 а заряжать ты можешь по рубль 60 а излишки продавай ну если ты нужна 20% тарифа куда нет а у меня есть ну посмотрим по опыту как бы нет тут вчера Саша говорила мы спорили по профессорам ну в любом случае цена если дороже выкупа лучше продать а по ночному тарифу по дешевому зарядить мы узнаем сколько будет тариф и будем уже но все равно мне кажется да мы с ним договорились я ему договор наш Краснодарский отправлю потому что у него в договоре нет вообще никаких формул и вот это интересно будет взаимодействие разных сетевых компаний как они друг к другу будут относиться посмотрим посмотрим а вообще все эти формулы есть постановление 29 и они должны быть договором ну значит надо писать специальное письмо не бойтесь надо и колбить я могу образец выложить очень хорошо свободно давайте быстрее на сайте выкладывайте чтобы не только Евгений Евгеньевич но и все другие пользователи могли я не помню как раз как раз мы об этом и говорили но опять же еще вернуть все же мы как бы экологическая ассоциация на киловатт и мы все же должны пропагандировать даже электромобиль зарядку все же от солнца хоть это может быть чуть-чуть менее выгодно Но мы за выгоды не боремся И все же боремся за экологию И поэтому я все же предлагаю Заряжаться В фестивале мы проводили Мы поставили тоже там станцию И там солнечный день, мы заряжаем машину от солнца Но там не быстрая зарядка Там 7,7 киловатт И машина приезжает И когда есть световой день солнечный То можно с уверенностью сказать Что киловатты солнечные уходят Ей в багажник Да, поэтому Интересны какие-то личные решения По использованию солнечной энергии Как можно его использовать Спасибо за внимание Это были именно определенные генерации Вопросы есть, ребят? Ну если вопросов нет Я же хотел бы подвести А, вот есть, да? Давайте, пожалуйста Активный пользователь Вообще Надо сказать уже Энтузиаст, по-моему Да, давайте Алексей, у тебя такой огромный опыт Применения В различных сферах Оборудования Разновляемых источников И энергосберегающего Скажи, пожалуйста На основе своего опыта Есть какой-то Сформировавшийся Ну, капельс, да? Объем питания положения Которое нужно для Скажем, автономного питания Дома в средней полосе Оправочки Ну, опыта Это невозможно Возможно, да Только, если с генератором Только с генератором Это объективные факторы Да, даже на юге Говори по-другому Это немножко такие Пошенники Как-то люди Или фантазерам Ну, или не понимающие Да Поэтому, нет С генератором это возможно Как-то Это опыт Спокойный Но чистое Вложение Ну, по-хорошему Это, я думаю От двух миллионов Это, наверное Потому что нужны Во-первых Если мы говорим По энергопалансу Это же тепловой Баланс должен быть Это должно быть Хорошое утепление Тепловой насос Если нет, например Других точек энергии Должны быть Электрические панели Кстати Мы немножко по-другому считали Когда, допустим Вы хотите построить дом Хотите его сделать Энергоэффективным Но не позитивным Просто энергоэффективным То Плюс 30% Стройки И внедрению всех Решений Это уже будет Энергоэффективный дом Очень короткий По этому поводу Ну, ремарочка У нас объект Мы запустили его В прошлом году В августе Под Самарой Дом построили А Света не пришла Хотя оплачено было Все еще по старому тарифу Столб буквально От участка метров Двести Ну, нету Вот А уже все Зима скоро Надо что-то делать Газгольдер Закопала заказчица Поставила газовое отопление Теплые полы Небольшой дом 106 квадратов Или даже 120 Не помню Вот И задача была Всего-навсего Котел Один насос Циркуляционный Видео Охранка Ну, сами понимаете Копеечная Нагрузка Ну, в пределах 100-150 170 ватт Ватт В пике Больше ничего Стоит гибридный Д 5 киловатт Ну, с точки зрения Нормальной жизнедеятельности Когда она начнется Стоят 4 карбоновых Двух сотых Стоит 3 киловатта Солнечных модулей И вот даже В этой конфигурации С такой смешной Нагрузкой Декабрь Январь Февраль Битопливный генератор Газбензин Ну, там Нагарин Потому что Все-таки Газбольдер Закоп небольшой Работал Примерно Часов по 8 Каждые сутки Никуда не деться Даже с такой Маленькой нагрузкой Ну, вот как Вониант Просто на обсуждение Можно По публике Если, например Да Поставить Удвоить мощность Солнечных панелей Посадок Как сейчас Сказал Летом Избытки В максимуме Продавать в сеть А зимой Не откупать Все равно Не хватит Генератор Никак Нет Тем более Особенно Если мы говорим Про Именно Такие Панели Которые на стене Там Много факторов Можно их применить Или нет Нельзя применить Поэтому Здесь сложно Сказать Спасибо Еще Как бы Комментарии Что Опять же Зимой Средние полосы Они засыпаются Снягом Панелей Очень часто А наши ПВТ-модули Могут За 15-10 минут Подать туда тепло Стопить снег И можно Больше Дальше Электроэнергию И для этого Взять надо Тепло Насосик Чтобы прокачал Тоже Обычное тепло Там уже Как будто Есть Или тепловосос Твердотопорный Котел Какой-то Бывает Газовый Это Немножко Проще Кому Копейки Ваты Нужны Каждый Собирай И чистить Крышу Каждый Не очень Хочется Это можно Да Ну вот Ребят Спасибо Большому Алексею Давайте скажем Спасибо Большому Я хотел бы Сказать Спасибо Нашим Спикерам Сегодняшним Которые Приехали Невзирая На свои Занятости На свои Рабочие Моменты На сложную Ситуацию В стране И так далее Хотел бы Выразить Большую Благодарность Выставке Наренвекс Мы уже С 19 Года Каждый Год Делаем Мероприятия Связанные С Зеленой Энергетикой Да Возобновляем Энергетикой И вот Первый год Мы делали Там у нас Было побольше Времени У нас было Больше Спикеров Сейчас Меньше Но Слава Богу Все равно У нас есть Такая возможность Донести Это все И Благодарность Руководителям И всем Ребятам Которые Здесь Обслуживают Спасибо Большое Ребят Ну я думаю Мы каждый Год будем С вами Встречаться И продолжать Наше Замодействие Спасибо Большое Всего Доброго Всем Спасибо Спасибо Ну все Все получилось Слава Богу Ну дорогие друзья Мы видим Что все достижения Цивилизации Не позволяют Обеспечить Автономность Даже Даже На уровне Москвы Там Коснодара Нужно Нужно Вести речь О новых Физических Принципах Чтобы Высвободить Высвободить Человечество Чтобы люди Могли Заниматься Своим Предназначением Своими Семьями Развитием Интеллекта Не обязательно Не обязательно Ходить на работу Для того Чтобы зарабатывать Деньги Чтобы прокормить Себя Это все Животные Модели Поведения Навязанные Нам Кем Поставщиками Оценщиками И менялами Дорогие друзья Изменить ситуацию Мы можем Только если В масштабах Всей планеты Начнется Широкое Общегражданское Движение За освобождение От кредита Финансового рабства Опираясь На прорывные Технологии России Эфира Новые Физические Принципы И так далее Пока Стоп У меня Какой-то QR-код Или Камин Нет Просто Заходите В телеграм Solar Hub Хорошо Там просто Все Все Кто Хочет И там Проявляет Активность Заходите К Андрею И не только Телеграм Зеленый Киловат Приходите К нам Все в гости Приглашаем Ассоциацию Всех любителей Всех производителей Всех частиков Всем Поможем Подскажем Что сможем Стоп Все Доброе Пока Стоп Снято Доброе 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 Сессия И мы Возвращаемся Обратно На выставку Многие Стенды Уже Собираются Попробуем Пройти Что может быть Мы тут Проглядели Посмотреть Китайские Аккумуляторы Аккумуляторы Китай Популярные Бренды Бренды Ну Как я и говорил В самом начале Дорогие друзья Очень многолюдная Выставка Очень много Гостей Со всего мира Приехала Ну Понятно Что это Конечно же Ирония Дорогие друзья Потому что Мы очень много Гордимся Достижениями Наших предков Которые Ценой Десятков Миллионов Жизней Сохранили Нам территорию Оставили нам Производственный Потенциал А мы Гражданское Население Попали В поколение Потребителей Терпил Потребителей Которые Не готовы Биться ради Общих идей Готовы Слушать Рассказы Процентщиков Менял Менял И Рассказчиков Что Солнечные батареи Или тепловые Насосы Могут дать Какое-то Изобилие Или счастье Это является Конечно же Полной профанацией Поскольку Это все Технологии Устаревшие А нам Надо идти Надо идти В технологии До потопного уклада О чем говорят Что И Питер Откапывали И атмосферное Электричество Получали И плотность Плотность Атмосфера Была другая Это все На множестве Других каналов Есть Не буду на этом Я Сейчас заострять Свое внимание Прийти К изобилию Мы можем через Изобилие Энергетическое И показав пример Пример Всему человечеству И как раз Вот драматургическая Моя такая Находка Что Женщины России Могут Заказать Идеальный образ Будущего Сделать на это Ставку И Россия Может продемонстрировать Гражданам Всего мира Что мы можем Уйти От ростовщичества По всему миру Перейти На новую Мировоззренческую Модель Где человек Это не производное От животного мира От обезьяны А это Иное Что есть Высший создатель Который проводит Здесь эксперимент Чтобы мы Проявили Разум Либо При очередном Перевороте планеты Просто всех нас Смыло Глобальной волной Глобальной волной Безрассудства Глупости Нежелание Объединиться И думать Общими целями Но я почему-то Верю Дорогие друзья Что Раз нас ведут Раз нас ведут И позволили Не скатиться В атомный В ядерный Апокалипсис То есть шанс Что мы можем Все договориться Сегодня на выставке Один из участников Говорил Что договориться Невозможно И при Ваше Считаю Что возможно И тоже Для этого Есть доводы Пишите в комментариях Важно Присоединяйтесь Распространяйте Материалы Пишите В общем Стучите И дверь откроется Стоп Снято В круговер Титанцы Космических Бур Незаметные Людские Мечтания И сны Прорывается Счастье В сердца Всех Людей Но так Мало Кто знает Все это Увы Я всесильным Становлюсь Нездержимым Все преграды Прохожу Пережимы Свет эфира Озаряет Вселенную Мы купаемся В любви Необыкновенно За пределами Небес Море Люди счастья Все хотят А не горе Там Там В сердце У земли Космос Только А не горе Я всесильным Становлюсь Нездержимым Все преграды Все преграды Прохожу Пережимы Свет эфира Озаряет Вселенную Нездержимы Все преграды Все преграды Все преграды Космос Озаряне Все преграды Все преграды Все преграды Продолжение следует...